Накануне 11 января руководство Хасавюрта в составе первого заместителя главы администрации Бадыра Ахмедова, заместителя главы администрации Тагира Гаджиева, руководители отделов и ведомств муниципалитета, а также представителей средств массовой информации, встретило делегацию автопробега, посвященного 75-летию освобождения Северного Кавказа от немецко-фашистских захватчиков. В свою очередь, от имени главы города хочу выразить огромную благодарность вам, как организатор этого мероприятия. Особое уважение и поклон вам нашим ветеранам, которые сегодня нашли возможность приехать, участвовать в этом мероприятии. Огромное вам спасибо, всех вам благ, здоровья и вот это мероприятие, чтобы вам всем нам на пользу. По словам организаторов, главная цель акции – выразить свои патриотические чувства, благодарность перед ветеранами за то, что они совершили большой подвиг в борьбе за освобождение советского народа и земли от немецко-фашистских захватчиков. Мы приехали к вашим друзьям, нашим старшим братьям, дай бог вам здоровья. Мы приехали тоже поклониться вашим отцам, дедам, сказать спасибо за ту победу, которую вынесли на своих плечах. Говорят, сегодня холодно, а им не было холодно. Они вот тут в грязи, вот здесь недалеко по реке, в грязи вал копали ваши мамы и папы, на следующий день 12 января у мемориала «Холм боевой славы» состоялся торжественный митинг по случаю приезда гостей из соседнего Ставропольского края. На мероприятии приняли участие представители руководства города, ветеран Великой Отечественной войны Александр Макуха, представители правоохранительных органов, студенты СУЗов, учащиеся городских школ, входящих в состав военно-патриотического движения «Юн армия». По официальной части открытия с приветственным словом от имени главы города Хасавюрд Зайнудина Акмазова выступил первый заместитель главы администрации Бадыр Ахмедов, который отметил, что подобные проекты не заменить никакими словами о патриотическом воспитании молодежи. Далее в своих выступлениях о героизме и мужестве народов Дагестана рассказывали ветеран Великой Отечественной войны Александр Макуха, председатель Совета ветеранов правоохранительных органов Зайбудин Амаров и начальник военного комиссариата города Хасавюрд, Хасавюртовского и Новолагского районов. «Хочу отдельно отметить, что сегодняшнее поколение дагестанцев и северокавказцев достойно продолжает дело наших предков. Вот наши дагестанцы – герои России, вот наша целая армия, юная армия. Поэтому хочу заверить наше старшее поколение, что будущее Северного Кавказа России в надежных руках». Участниками автопробега стали более 20 человек из Ставропольского края. Ветераны Великой Отечественной войны Александр Пономаренко и Дмитрий Белокопытов, подполковник Федеральной службы безопасности России и непосредственный руководитель автопробега Виктор Лозовой. От лица молодежи участие приняли студенты Ставропольских высших учебных заведений, входящих в патриотический отряд «Славное поколение». В продолжении мероприятия была проведена совместная акция по развертыванию знамени Победы размером более 200 квадратных метров. В завершении все участники митинга провели церемонию возложения венков и цветок вечному огню на холме боевой славы. Впереди участникам автопробега предстоит посетить республики Северокавказского федерального округа, где велись бои за освобождение от немецко-фашистских захватчиков. Зарема Хайбулаева, Пермагомед Пермагомедов, информационная программа «Пульс».